Приветствую вас с позиции психологии, с позиции психотерапии и, в частности, с той позиции, которая близка мне, я не могу сказать, что это кажется мне хорошей идеей убирать у вас какие-то качества, какие-то черты, даже если вам это мешает. Тем не менее, эта позиция не означает, что какие-то качества или черты могут быть мешающими. То есть это, на самом деле, довольно частое явление, когда какие-то стороны человека начинают, ну, как-то влиять, как-то касаться, как-то мешать, как-то ограничивать, давать, ну, какие-то, знаете, я бы сказал, какие-то неловкие ситуации создавать. То есть, вот, например, в вашем случае вы можете плакать из-за тех событий, которые, ну, в принципе, по вашему ощущению, по вашим ощущениям, не заслуживают, да, того, чтобы плакать, но тем не менее, вы плачете. Так вот, как бы, в основе лежит ваша, с одной стороны, чувствительность, и это, скорее всего, ваша природная чувствительность, которую я бы не хотел как-то принижать, потому что мне кажется, что это важная достаточно черта, с одной стороны. А с другой стороны, это может быть и некоторое непрожито вами впечатление, некое неоплаканное, неопроагированное, условно, эм, ну, горы. Вот. Соответственно. На это я, я бы тоже хотел бы обратить ваше, ваше внимание. Что-то такое происходило. Ну, а вот, что, знаю у вас, горе, слезы, было для вас, сильным, достаточным, потрясением, а вы это себе по ряду причин. Подавили, что нет ничего удивительного в том, что сейчас вы плачете. Это, мне кажется, нормально. Другое дело, эм, что с этим делать, да? Мне кажется, что, эм, самым таким оптимальным брендом было бы, эээ, прожить то событие, которое у вас произошло, плакать его, ээ, вот. И так тогда ваши, эээ, слезы не будут такими внезапными, такими необъяснимыми. Если, конечно, тут нет какого-то дополнительного контекста, потому что, ээ, может быть и контекст. То есть, может быть, эээ, вам только кажется, что вы реагируете плаксивость на, плаксивостью на, эээ, ну, на случайные события. Ну, если внимательно посмотреть, например, посмотреть на это вместе со специалистом, то, может быть, вы сможете увидеть, эээ, некоторую закономерность. Вот, и этот закономерность приведет, эээ, нас к, эээ, к тому, что вас, эээ, может волновать, к тому, что может вас беспокоить, вот. К тому, что может вас задевать, к тому, что может, эээ, болезненно, эээ, вами восприниматься. Ну, то есть, разные могут быть достаточно моменты, ну, достаточно элементов. Вот, поэтому, здесь мне кажется, нужно быть максимально деликатным. И не просто избавлять вас от, эээ, плаксивости, о которой вы говорите. Так, постараться понять, эээ, что из, эээ, оснований для неё, для, для, для плаксивости, ну, для плаксивости, то есть оснований, вам может, эээ, помочь, условно говоря, раскрыться. Вот. Может быть, что-то такое вы сможете для себя найти. Эээ, лично я думаю, что, ээээ, это не так, эээ, сложно, как может, казаться на первый взгляд, особенно, если вы, человек, эээ, достаточно, эээ, чувствительный. То есть, если вы человек, который, эээ, ну, довольно хорошо себя, эээ, чувствует. Ну, вот, мне кажется, что, эээ, это, такой, важный элемент, ээээ, в целом. Вот, в принципе, то, что хотелось, эээ, хотелось вам сказать с точки зрения, с точки зрения психологии, с точки зрения терапии, профессиональной психотерапии, с точки зрения моего подхода. Вот, убирать, эээ, убирать, эээ, у себя, какие-то, эээ, качества. Мне кажется, высшей, эээ, степени, высшей степени, сомнительным занятиям, потому что можно, эээ, себя потерять. Таким образом, да, ээээ, те качества, ээээ, которые есть, они не всегда делают нашу жизнь легче и проще, но мне кажется, что если позволить себе им быть, если позволить им проживаться, скажем так, то вы увидите, что за одной формой, условно говоря, будет другая форма, ну, условно говоря, и вторая форма, может быть для вас непривычная, она вполне вероятно окажется более интересной и более позитивной для вас. Если, ну, вы, как бы, вы хотите от нее избавиться, вот. Поэтому это такое больше реактивное желание, вот. То есть, ну, желание, например, из-за света, да, то есть, типа, чего я плачу, там, на ровном, на ровном месте, например. Вот. Ну, так, какие-то события у вас были, и если вы плачете, значит, вам это нужно сейчас. Вот. И, соответственно, мне кажется, к себе нужно быть более внимательным, для того, чтобы чувствовать, что вот оно сейчас происходит, для того, чтобы быть более живым, вот, быть более естественным, быть более собой, ну, вот, самим собой, по сути. Вот. Эм. Такой ответ я мог бы вам дать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Эм. Желаю вам всего доброго, удачи. Буду вам благодарен, если вы дадите отклик по моему ответу. Это могло бы послушать с началом вашей работы над собой. Всего вам самого лучшего. Эм. Продолжение следует...